здравствуйте друзья мы сегодня поговорим вот на какую тему у нас ну вы знаете студенты они изучают программное тестирование программного обеспечения и соответственно в какой-то момент они должны пойти на на рынок у них должно появиться резюме я делаю те резюме которые для рынка непосредственно и когда ребята идут на практику в компании там на пару месяцев у них есть задание подготовить список того что они там делали вот эти буллеты буллеты для резюме вот буллеты если кто-то не знает что такое буллеты вот 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 здесь вот эти черненькие да кружочки слева у нас называется буллеты так вот в резюме там где вы пишете что вы делали в конкретно компании на как на конкретном проекте начали там расписываете эти буллеты соответственно мы говорим ты пошел на практику значит ты приходишь к нам и приносишь эти свои буллеты а я дальше все это упаковывают в резюме но у нас это проблема с этим было с тем чтобы студенты написали приличные буллеты то есть у нас есть видео которое рассказывает про то как резюме вообще в принципе устроена у нас есть отдельно видео где я в течение там 40 минут рассказываю какие у нас есть ресурсы у нас есть например образцы ну прямо вот много много образцов в принципе если вы на сайте партнов ком пойдете вот где у нас тут это все нет на этой страничке я не вижу у нас есть резюме коллекция резюме на основную страницу когда вы пойдете ну ну давайте покажу нас на основной страничке партнов ком есть ссылка на коллекцию резюме который у нас есть сейчас она появится посмотрим вот вот тут резюме сэмпл стал если мы пойдем на эти резюме сэмпл то там по многим профессиям там по 25 профессиям идет коллекция резюме вот частности вот мы пошли над мир на тестирование у нас 15 резюме и вот эти 15 резюме они там с большим количеством там этих буллетов чтобы было откуда содрать но не содрать как бы содрать а творческий переработать потому что просто так драть им говорят нельзя ну если все будут с одного места как просто копировать то получится такое инкубатор на производство мы этого не хотим короче вот эта идея как писать буллеты это давняя такая проблема мы все время что надо мы все время говорю что важно мы говорим вот тебе видео вот тебе разные источники у нас на школьном форуме есть примеры репортов потрясающие там и есть образцы ну ну всего но на самом деле когда ты даешь человеку вот набор буллетов то максимум что ты можешь от них ожидать что они их скопируют вот почему то так получается что дальше копирование у нас не у них не проходит ой господи ну хорошо и я подумал давайте-ка вот поупражняемся и вчера у меня был урок днем с утра у меня был урок как раз по поиску работы им это был последний урок в курсе вот буквально там течение нескольких недель они все отправятся на практику в компанию я подумал давай-ка я вот это покажу некий прием как писать эти буллеты и для того чтобы показать что значит происходит я сейчас нахожусь на страничке нашего онлайн его бесплатного там на русском языке курса который был пять лет назад записан если мы пойдем вниз а там 10 уроков значит и мы пойдем сейчас на урок номер 9 который как раз посвящен резюме там и так далее тут есть вот значит такая ссылочка экшен вербс лист вот глаголы с которых начинаются буллеты будет буллеты идут глаголами такими значит вот давайте вы туда пойдем на эти глаголы вот я уже открыл этот файл и вы видите тут пару сотен как чисто внешне визуально пару сотен каких-то ключевых слов я извиняюсь глаголов характерных для написания резюме и даже если из 200 вам в описании чего-то пригодится только 10 процентов то есть всего 20 у вас будет обалденная совершенно коллекция вот ну не коллекция описание до 20 улицов это только от того что вы вот ключи вот эти глаголы имеете пойти и я такой что называется starting point такой яку давайте вот мы сидим вот нас там 20 человек в классе давайте мы будем писать они уже сделали пару проектов в классе они еще не были на практике но в классе они пару проектов сделали я буду давайте разбираться вот может быть вы чего ни будь там clutch может быть вы там что-то и чист может быть вы в каком-то качестве что такое делали октод как что значит adapted что top ты может быть ты чего-то от мини старт может быть ты советовал там чего-то значит применял что-то, ну и так далее. Много-много хороших слов. Очень многие вполне синонимичные. Вот, допустим, вы хотите сказать, что вы выполняли какой-то тест, может быть, 3-4 разных глагола, которые прекрасно вписываются вот в это. Но, когда ты пишешь резюме, там часто бывает, что у людей вот не хватает этих самых глаголов, и они там, слушаешь, там 5 строчек подряд, 5 улитов подряд, начинаются с одного и того же глагола. То есть, возможность там увидеть эти глаголы с тем, чтобы их там как-то использовать для того, чтобы текст разнообразить, тоже хорошо. На что я натолкнулся. То есть, я как-то был абсолютно уверен, что если человеку дать вот этот набор глаголов, и тем более, они же все-таки делали что-то, да, мы говорим, ну давайте по одному, вот что вот вы. И тут я увидел, что они не могут этим пользоваться. Ну, то есть не получается. Чего-то не хватает. То есть, вот то, что мне казалось таким простым и естественным. Ну, если тебе уже глагол дали, уже скажи, что ты вот в этом глаголе, там, ну что? Ну вот, ты чего-то там handled. Ну скажи что-нибудь, ты же handled что-то, ну скажи. Ну, или ты там что-нибудь discovered. Или ты что-нибудь придумал, вот тут девайс, что-нибудь, ну что-то. Ну, designed, правда? Defined. Ну, ну, это реально происходит. Я хочу сказать, что из этих 200 глаголов, если мы посмотрим на тестера, который там работает год, ну не 200, но 150 можно прекрасно использовать для того, чтобы что-нибудь разумное написать. Понимаете? Если ты мозгами в этом, если ты понимаешь значимость, если ты думаешь об этом постоянно и так далее, ну вот начинающий, он может быть, думает много там, которые опытные, может быть так сходу чего-нибудь скажет, чего он там вот integrated, ну чего? Installed. Ну что-нибудь-то installed. И я ему говорю, вот выберите, в какой-то момент, когда я понял, что не идет, я говорю, ну давайте, вот у вас тут 20 человек, выберите себе каждый по одному глаголу, который вам нравится. И это тоже не пошло. Потому что, может быть, глагол ему нравится, но что с ним дальше делать, он тоже не знает. И что я подумал, что люди, которые вот нас смотрят по всему миру, может быть, им тоже было бы неплохо потренироваться. Если вы хотите потренироваться в написании ваших резюме, вот вам список глаголов. И давайте. Значит, этот список, я бы сказал, достаточно ограниченный, потому что, если вы пойдете, я специально вот тут страничку открыл, я написал в гугле, да, резюме, action, verbs, list. Тут выходит, ну, в основном, первая страница вся в этом. Первая страница вся в этом. Я думаю, что и вторая будет, и третья. Там много будет разных коллекций. Но вот если, например, мы пойдем, так, допустим, вот первый какой-то PDF. Видите, они здесь разделяют. Они говорят, management, leadership, какой-то напор, communication, people skills, research skills, teaching skills. Что там еще что-нибудь есть? Да. Смотрите, financial slash data, helping, organization, accomplishments. То есть, явно здесь коллекция побольше. И видите, они их так разнесли. Ну, я думаю, что вот, скажем, то, что идет в разделе technical skills, вполне сгодится для инженера. И на самом деле research, это все абсолютно то, что вот мы делаем, там, инженеры, да, мы инженеры делаем. Я думаю, что и с communication, там, и people skills, мы тоже очень много, очень много делаем, потому что работа инженерная сегодня связана с тем, что мы с людьми работаем. Вот, поэтому... Ну, вот, например, слово observed, да, где он тут только что был? Вот, observed. Ну, конечно, мы очень много там чего observed, когда мы делаем то, что мы делаем. Presented, мы постоянно что-нибудь там present, мы на митингах, там, мы где-то formulated, expressed, explained. Ну, абсолютно, абсолютно, мы все в этом. Я даже думаю, что если пойти по management и leadership, то тоже, ну, во-первых, слово developed, у них оказалось вот в этой группе, мы постоянно что-нибудь такое developed, да. И что-то мы approved, и что-то мы analyzed, и что-то мы handled, и что-то уже executed, такое-то точно. Вот мы все время там тесты, например, выполняем. Поэтому вот такая фишечка. И я буду очень рад, если вам это поможет в том, чтобы немножко лучше начать это делать. Счастливо!